Здравствуйте! Сегодня 14 марта 2020 года, 10.45. Погода прохладная, 8 градусов температура, облачно, небо затянуто тучами, и через них иногда пробивается солнце. Сильный ветер холодно дует, и пчелки практически не вылетают из ульев. Редко-редко одна-две пчелы выходят из улья, летят в теплые паилки, чтобы набрать воды. Вчера была погода гораздо лучше, теплее, пчелы активно летали. Пыльца на орешнике уже закончилась, но пчелы находили пыльцу на других цветочках, мелких таких, которые они находят. Но пыльцы был небольшой принос. А вот погода изменилась, и сейчас пчелы будут сидеть в ульях в ближайшие 4-5 дней. Будет довольно существенное похолодание, даже морозы будут ночью до 5 градусов. Вот так вот меняется погода. Порыми ветра довольно сильные. Вот я сейчас стою и удар ветра в спину, и даже вот чувствуется, что покачивает. Температура воды в паилках 32 градуса. В синем ведре пресная вода, а в красном ведре подсоленная вода. Мало пчелок сегодня летает, потому что прохладно. Но все-таки развитие личинок требует принос воды. И пчелы хотят, не хотят, но вынуждены вылетать из улья и брать воду. Хорошо, что есть теплая паилка, потому что сегодня утром, около 9 утра, температура воды была около 5 градусов. Если бы пчелы такую холодную воду брали, то они сразу же замерзали бы, каченели бы на ведре, на вот этих пенопластовых кубиках, и уже не могли бы вернуться в улей. А так как погода сегодня не солнечная, солнце очень редко через тучи может пробиваться, они бы так и остались сидеть до вечера на этих кубиках пенопластовых, а ночью при морозе они погибли бы. Это улей, в котором в феврале месяце выводился рослот. Яйца матка еще насеяла, видимо, в конце января месяца. И 5 марта был облет молодых пчел, которые вывелись уже в этом году. Холодно сегодня, из этого улья пчелы практически не вылетают. Ну, может быть, одна-две. Вчера летали активно, наносили в улей запас воды, пользуясь летной теплой погодой. А сегодня из-за холода сидят в улье и не высовываются, потому что холодно летать. Сильные порывы ветра, и при такой погоде не полетаешь. Пчелки прополисом заделали леток изнутри, для того, чтобы оставить необходимый им размер для вентиляции и для удержания тепла. Чтобы лишнее тепло из улей не уходило. Так как во всех улях уже есть росплод, то необходимо утеплить ульи по максимуму, для того, чтобы в эти морозные ночи, которые будут на днях до 5 градусов мороза, росплод не застудился. У меня во всех улях стоят электрические обогреватели. Они существенно помогают удержать температуру в улье. И пчелы меньше будут тратить энергию на поддержание температуры. Ну а те люди, у которых нет обогревателей, конечно, для пчелок нужно создать в этих условиях максимальную теплоту. Утеплить по максимуму верх улья, чтобы тепло не уходило. И стараться дать в каждую улей подкормку в виде канди, чтобы пчелки были обеспечены запасом корма. И также нужно поставить поилки с пресной и подсоленной водой. Подсоленная вода – это 1,5 грамма пищевой морской соли на 1 литр воды. Вот сейчас солнце выглянуло из-за туч. Чувствуется тепло, довольно хорошо пригревает, как только солнце из-за туч выходит. Но ветер довольно сильный, холодно, и пчелы почти не летают. Редко-редко одна-две пчелки выходят из улья. И то они летят целенаправленно в теплые поилки, а никакие другие полеты с целью разведать, где находятся цветущие растения, в поисках цветов. Они такие полеты не делают, потому что холодно летать. Сильный ветер дует, и погода нелетная сегодня. А завтра будет еще холоднее. Затишье на пасеке. Все работы в улья текущие в челке делают, но из ульев не вылетают, потому что летать холодно. Птички активизировались. Воробьи чирикают радостно к приходу весны. Три дня назад уже клин журавлей прилетел, точнее сказать, аистов. Это белые птицы такие крупные. Птицы летели над облачностью. Слышно было, как они курлыкали. Так что весна уже настала. В этом году весна очень ранняя. Ну и зимы практически не было. Зима была теплая. Уникально теплая зима. Пчелки прилетают на поилки. Берут воду. Сегодня почему-то больше в ведре с пресной водой. Хотя обычно лучше берут подсоленную воду. Вот даже видно по уровню, что пресной воды больше, а подсоленной воды меньше. Обязательно нужно ставить подсоленную воду, потому что пчелы в поисках такой воды будут летать и по навозным кучам, и по туалетам, пытаясь найти необходимые соли для развития личинок. Поэтому такую воду на пасеке нужно иметь обязательно. Нужно использовать или пищевую морскую соль, или поваренную каменную соль, или очищенную от природных включений, от камешков, от мелкого песка, соль. Но морская соль, она больше содержит в себе разных микроэлементов, солей, чем просто натрий хлор, обычная пищевая соль. Температура плюс девять, пошел град. Падают крупинки размером до пяти миллиметров. Все, весна ушла в похолодание. Абсолютно нелетная погода. Хотя пчелы на поилке еще есть, но это те, которые туда прилетели, до града. Вот так быстро весной меняется погода. Вчера было тепло, пчелы хорошо летали, а сегодня уже пошел град. Падают крупинки крупные. 37 градусов температура воды в поилках. Надо будет сейчас отключить подогрев, потому что это жарковато, великоватое температура. Лучше держать температуру где-то до 36 градусов. Пчелки еще есть в поилке, в одной и в другой. Вот темная туча такая принесла с собой град. Солнце из-за облачности не показывается. Ночью будет мороз. Свинцовая туча темная. Ветер дует, как при урагане. Резкие порывы. Шумит в ветках деревьев. Где-то упало дерево на электрические провода. Включилось электричество. Вот сейчас был прорыв ветра. Меня прямо ветром ударило и качнуло камеру. Жуткая погода. Как будто бы осенью. Ужасная погода. И холодно. 8 градусов температура. Высокое дерево вяза. Метров 25, наверное. Ну, 20 метров точно будет. И как сильно его ветра шатает. Кровы шатает. 5 градусов. Патает град крупными крупинками. Уже, наверное, миллиметров по 7. Крупинки такие. Меняется погода прямо на глазах. Как снегопад. А в поилках еще есть пчелки. И, несмотря на то, что и ветер такой дует, и похолодало сильно, но все равно прилетает поодиночно. Крупинки какие крупные падают. Град идет, как при снегопаде. Дымка такая возникла из-за того, что массово падают крупинки града и побелело все. Воздух стал белым. Метет, как при снежных заносах. Температура падает прямо на глазах. 7 градусов уже. Гулей заносит снежом. Крупинки такие крупные. Не льдышками, а как будто бы вот комочки снега такого плотного падают. Не горошинками, а такими вот спрессованными снежинками, как снежки, когда лепят из снега. сколько насыпало уже. Все повелело. Может быть даже на ночь и снега нападает. 13,48. Температура 8 градусов тепла. Сильные порывы ветра. Вот это вот висит всю зиму на таких крючках сдор. Это внутренный жир, который на брюхе у свиньи находится. У него с одной и с другой стороны есть пленка. И этот жир свиньичкам лучше клевать, чем если, допустим, повесить кусок сала на шкуре. И он гораздо дешевле. А по питательности он даже ничем не уступает обычному салу. Синьички прилетают и с удовольствием клюют сало. Всю зиму они подкармливались. И сейчас, несмотря на то, что уже весна пришла и в природе как будто бы свиньички должны находить корм. Но они каждое утро прилетают стайками, клюют этот корм сало на водотом сдоре и не беспокоят пчел. Если бы такого корма не было, свиньички прыгали бы по прилетным доскам на каждом улье, стучали бы клювом, выманивали бы пчел из ульев и ели бы их, потому что зимой им больше негде было бы найти корм. Они из лесу прилетают и кормятся. А когда уже в природе появятся различные насекомые, тогда свиньички уйдут в лес, улетят в лес и там будут и гнезда свои строить, и деток своих выводить. И сюда ко мне в сад прилетают. Они летом и в саду находят различные гусениц, насекомых, вредителей и спасают сад от этих нахлебников. Так что свиньичек нужно подкармливать. Двойная польза. И пчелы целы, и свиньички не погибают зимой от голода, и потом они спасают сад от вредителей. Пчелки продолжают летать, несмотря на то, что такая холодная ветреная погода летают на поилке, берут там воду. Но это в тех семьях, где наибольшая потребность в воде есть. Где расплода немного, или где успели хорошо запастись водой, оттуда пчелы не вылетают. А там, где расплода довольно много, пчелам приходится вылетать. Плохая погода сегодня и град был, и град в виде таких снежных комочков сыпался, и сейчас дождь моросит. Завтра будет погода еще холоднее, чем сегодня. Пчелки прилетают в поилку и еще берут воду. Их немного здесь, но полеты продолжаются даже в такую погоду. Мои опасения оправдались. Температура плюс три, выпал снег, слой небольшой, миллиметров пять-шесть, но при такой тенденции, судя по всему, ночью еще больше нападает этого снега, так что вернулась в марте месяце зима. На земле он подтаивает, а на траве будет лежать еще, потому что земля теплее, она за теплые дни отогрелась, а трава имеет такую же температуру, как и воздух, поэтому снег таять быстро не будет. Вот так быстро меняется погода. таять Таять